В моем понимании любая информация требуется минимум пятикратной перепроверки. Когда в солидные издания, я понимаю, что зачастую во временном цейтноте не делают это. Поэтому для того, чтобы перепроверить фейк-не-фейк, нужно минимум иметь пять разных источников информации. Я подчеркну слово «источников информации». Потому что зачастую, когда информационные издания начинают гнать цунами фейков, они просто пользуются той же самой большой помойкой интернетом. Вместо того, чтобы выйти на первоисточник, выйти на контакты этого первоисточника. То есть, условно говоря, пройти по цепочке, дойти до внука, как я это называю. Когда ты дойдешь до внука, вот тогда эту информацию можно называть информацией. Поэтому исходите из этого же посыла. Доходите до внука информации. Если касаемо манипуляции сознанием, я сразу могу сказать, что манипулировать можно тем сознанием, которое хочет, чтобы им манипулировали. Не надо тешить себя иллюзий. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Поэтому, если вы не критично относитесь к себе, к своему окружению, к тем действиям, которые вы делаете и вокруг вас происходят, то шансов на манипуляцию с вами крайне высок. Основная наша манипуляция, которую мы сами с собой проводим, это действия толпы. Искренне считаем, что толпа может знать больше, чем знаем мы. Поэтому простая рекомендация, бывайте чаще в одиночестве и используйте вот эту штуку не для того, чтобы в нее есть, а чаще ей думать, размышлять, взвешивать. Ведь напомню, что вся математика и физика произошла из одной науки, философии. То есть человек рассуждал. Поэтому поверьте мне, что каждый из нас в состоянии принять решение абсолютно адекватно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова